В Славянском районе немало замечательных людей, которые добросовестно трудятся, воспитывают детей, занимаются общественной работой, защищают честь муниципалитета на соревнованиях, конкурсах и служат отличным примером для всех славянцев. Именно такие люди в центре внимания традиционного конкурса читательского рейтинга «Персона года 2022». Подведение итогов конкурса состоялось в редакции районной газеты «Заря Кубани». В нашем муниципалитете этот конкурс впервые прошел в 2006 году. За годы проведения он завоевал большой авторитет у жителей города и района. Ведь это именно они, славянцы, предлагают кандидатуры для конкурсных номинаций и своей активностью в социальных сетях обеспечивают выбор победителей. Лидеры общественного мнения, ставшие победителями конкурса читательского рейтинга «Персона года 2022», были приглашены на церемонию награждения в редакцию газеты «Заря Кубани». Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил серьезную роль районной газеты по освещению жизни муниципалитета, по формированию общественного мнения. Он высоко оценил значение конкурса, в котором честуются достойные славянцы. Газета много пишет о людях, газета пишет о предприятиях, которые трудятся в нашем районе, которые достигают результата. Газета пишет и о проблемах людей. И, конечно же, мы совместно стараемся все эти вопросы решать. Если говорить о «Персоне года», я считаю, что моральные стимулы никто не отменял. Очень приятно, что этот конкурс уже много лет работает. Сам я тоже был победителем этого конкурса, может быть, лет шесть назад. Поэтому всех победителям здравия, успехов так держать, но нашему мероприятию только вперед. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко положительно отозвался об авторитетном конкурсе и поблагодарил его организаторов и победителей за проявленное неравнодушие и любовь к своей малой родине. Это история. История нашего района. Людей внешних. Особый вклад социально-экономического развития. Вы по многим номинациям сегодня показывали. Каждый герой своей номинации. Поэтому низкий вам поклон – это прежде всего труд. И, наверное, самое главное – это любовь к своему роду, к своему городу, к краю. К краю. Наверное, это самый главный мотиватор вашей работы. Затем состоялось награждение лучших из лучших. Номинации «Государственные люди» победил начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 11 по Краснодарскому краю Валерий Котов. В номинации «Они прославляют наш район» победителем был признан старший преподаватель кафедры профессиональной педагогики психологии и физической культуры филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубане Сергей Васин. В номинации «Творцы будущего» была отмечена многодетная мама – педагог Ольга Ковина. Вместе с мужем она воспитала шестерых детей. Никогда не думала, что так высоко будет оценено то, что я считаю само собой разумеющееся. Воспитывать детей, не знаю, взращивать в них все самое доброе, светлое, чтобы они… Я все время говорю, дети, Бог вам дал способность, например, к учебе, там еще способности какие-то. Прославляйте свою семью, свой город, свой край, а может даже и Россию. В номинации «Мастера хорошего настроения» победил руководитель Народного самодеятельного коллектива Театра народного танца «Меридиан» Николай Шарыпов. Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Славянскому району Руслан Крышко был награжден за победу в номинации «Всегда на посту». Лучшей в номинации «Люди в белых халатах» была признана врач-акушер-гинеколог Славянской центрально-районной больнице Наталья Берченко. В номинации «Трудовая доблесть» отличилась председатель Славянского местного отделения Российского Красного Креста Анна Громыко. Депутат районного совета Максим Панов одержал победу в номинации «Друзья газеты». А председатель Славянской районной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Ладыко награждена дипломом победителя конкурса в номинации «Доверие земляков». Когда люди с инвалидностью сталкиваются с какими-то проблемами, это тоже просто так, с первого раза даже не всегда получается какие-то решить проблемы. Приходится привлекать дополнительные ресурсы. И слава Богу, что у нас очень город и район богат на щедрых людей, которые могут помочь материально и где-то советом, и где-то делом. Я надеюсь, что наша работа станет еще более сплоченной и более нужной, востребованной у жителей. Немало добрых слов было сказано в этот день в адрес победителей конкурса читательского рейтинга «Персона года-2022». Эти люди вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие города и района, подают прекрасный пример активности и отзывчивости подрастающему поколению. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».